Что еще используют активно блогеры? И это тоже активно использую я, потому что я вообще люблю, знаете, из одной шкурки сделать 50 шапок, из одной курицы 50 блюд. Вот это мой подход по жизни. То есть я люблю, чтобы ничего не пропадало. Вот просто так блогеры тоже этим пользуются. Ну, исходя, наверное, из практических соображений, потому что, а что же добро попадать, нужно все это дело монетизировать. Вам рекомендую делать то же самое. В свое время в моей компании мы сначала решили сделать в 50-летии компании стикеры. Дальше мы запустили конкурс, сделали эти стикеры. Стикеры должны были быть в Telegram. Потом мы эти стикеры стали использовать для студентов с точки зрения поддержания HR-брендов. Посмотрите, вот тоже разные стикеры, разные вариации на тему. То есть один и тот же прием, одна и та же идея, может быть, наклейкой на зеркало. Раздаточным материалом, используется в рассылках. То есть вот все, что называется, пускаем в дело, и это, по сути, такое, знаете, кросс-промо. У вас есть что-то схожее, цепляющее. А, я помню, это вот об этом. И разные носители, разные точки контакта, клиента, вашего внутреннего клиента, потребителя вашей информации, они как бы цепляют, да, и некая встроенная цепочка, что все это взаимосвязано. То есть нужно, по идее, чтобы в каждую точку контакта, ну, то есть это могут быть рассылки, встречи, диджитал-каналы, там, печатные какие-то, чтобы все это было как-то связано. Да, и в этом плане блогеры активно этим пользуются. Да, у них все, темы запустили, и начинают чек-лист, бесплатный онлайн-семинар, встречу проведем, не знаю, там, сделаем чат-бота. Это, я знаю одного психолога, который делает, например, психологическое гадание на следующий месяц. Ну, то есть исходя, значит, из своих каких-то там алгоритмов сделать чат-бота, очень интересно. То есть вот выбирает тему месяца и прокачивает все таким образом. Рекомендую вам этим пользоваться. Тот самый свитер для извинений. Ситуация, конечно, не очень веселая, потому что в последнее время у нас было много, так скажем, блогерских извинений по разным поводам. Некоторые поводы были действительно прям очень серьезные, и над этим не хочется шутить. А некоторые поводы были, конечно, ну, просто из-за контекста. Понятно, что человек какую-то дичь сделал, и сам виноват, да. И, как вы помните, они всегда, кстати, вот, не знаю, видно здесь или нет, тут написано «Извините меня», да, на всяких языках. Можете тоже завести такую водолазку, если вдруг там кто-то из ваших коллег проштрафится и записывает такие вот видео для извинений. На самом деле это шутка. Как вам кажется, почему они все извиняются в свитерах, да? Напишите мне, почему блогеры извиняются в свитерах, почему на видео эти водолазки для извинений. Пару идей. Типа скромные. Ну, как вариант, да, хотя тут вряд ли тогда у тебя, да, причинами мести бриллиант, вряд ли ты уже такого выведешь там. Ну, да, типа скромные, типа одеты. К чему я веду? Потому что есть, на самом деле, большое количество видео, где, да, более понятное большинство одежды. В общем, про что это? Когда мы выходим там в прямой эфир, например, да, я вот вышла, что я делаю для того, чтобы ничего не отвлекало от того, что я вам рассказываю, и, в принципе, картинка была визуально симпатичной. Это про детали. Мы зачастую с вами тоже пишем с помощью телефонов какие-то видео. Я, например, так делаю, да. У меня есть переговорная стена с ценностями. И очень красиво это выглядит. То есть это сразу показывает, какая компания, она белого цвета. То есть это прямо визуально я выгляжу определенным образом. В зависимости от, да, есть, у меня тут дома есть, я сейчас сегодня дома, сейчас поеду, потом на работу. Цветовая лампа, да, то есть вот как бы это про детали, которые создают общее впечатление. Если бы я вышла, и у меня там как-то было темно, шумно и так далее, это бы влияло на вас, безусловно. Соответственно, когда вы записываете больших начальников, детали крайне важны. Я знаю одного начальника, который просил везде замесовывать ему высину, хотя она в жизни не была. походил в Бересову. Почему? Потому что он читал, ну, как бы, в общем, ему так, как Дональд Трамп, да, который наращивает волосы. Это все персональные вещи, но они влияют на восприятие образа. То есть Дональд Трамп, без него вот этих вот волос уже никто не воспринимает. Сюжет некий такой, как бы, образ, он уже пошел, как вот, помните, томатные, да, вот эти вот баночки томатов, да, которые делал Энди Уорхол и сам Энди Уорхол, да, как бы, это уже становится не просто каким-то человеком, это становится некой какой-то вот такой картинкой, которая в голове нас отпечатывается. Соответственно, если вы хотите сделать фокус на чем-то, подумайте о том, в чем и как, и где, и что, какой свет. Это бывает важно. Кажется, что это сложно. Кажется, что для этого должна быть какая-то большая команда. Но, как видите, люди всего лишь выбрали один свитер. Понятно, что там есть снимающий, их оператор, свет и так далее, но посыл-то один и тот же. Да, действительно, таким образом они как бы, говорят, психологически свитер – это некий, то есть ты как-то немножко отстраняешься от титури, такой весь скромный, такой вот весь, значит, правильный, ты прям раскаиваешься. Откуда эта история пошла, наверное, вы не знаете, но в целом началось все с Дмитет Пэлтроу. Она судилась, это американская звезда, она судилась, ее там кто-то сбил на горнолыжном склоне, и она судилась. Она приходила, соответственно, в суд всегда очень скромно, так определенным образом подчеркнута отец. Есть еще одна вещь, которая девочкам точно известна, наверное, может быть, даже следил. Ну, мальчики тоже наверняка слышат Джонни Депп и его Эмбер Хёрд. Вы помните, визуально, в зависимости от того, как Эмбер выглядела, да, и как выглядела в Лоне Депп, по-разному распределялись веса. Да, и как бы много на эту тему было комментариев. В общем, думайте об этом, если вы хотите получить класс своих коммуникаций. О, да, согласна. Ее скромная одежда, посчитали доценту. Ну, тут всегда, я говорю, детали это такая, такая вещь сложная. Но я бы все-таки думала тоже об этом, если для вас важен посыл. В чем это в молочах может быть? В свое время я работала в интукоме, и у нас было очень давно уже, да, еще когда Александр Зоисович был в интукоме, и, соответственно, тогда мы придумали ему подпись, которая была только у него, «Истиневаш». Да, ничего сверхъестественного, но «Истиневаш». И он никогда так особо не писал, мы просто ему придумали эту фишку, и она у него была во всех его акцентах. Вот, ну, то есть я к тому, что он не был против, но это была наша такая придумка какая-то. И еще какие-то были элементы в тексте, они были ему свойственны, но мы как-то закрутили, сделали такими, знаете, отличительными особенностями его сообщений. И это можно было даже в диагонали увидеть слова и понять, что это обращение к нервной дирекции, если это на ум пишут. Хотя, на самом деле, если честно, текст в большей степени обычно готовится мутикомым, да, человек, он, конечно, может переписать полностью, но если он тебе не доверяет, или если он, там, такое бывает, бывают такие маньяки, которые переписывают, но в целом обычно мы готовим базу, на основании которой или комментарии вносят, либо согласуют, ну, в общем, это в таком формате тоже работает текстом. Субтитры создавал DimaTorzok